ЗОЛЕН У глагола ЗОЛЕН, как и у всех модальных глаголов, есть особенность в спряжении. В формах их, er, sie, es настоящего времени у него отсутствуют типичные окончания. ЗОЛЕН используется для выражения поручений, приказаний, просьб. Ich soll dir den Brief übergeben. Я должен, меня попросили, передать тебе письмо. Для выражения договоренностей. Ich soll meinen Kollegen um sechs Uhr abholen. Я должен, мне велели, встретить коллегу в шесть часов. Для выражения советов и предложений. Часто такое указание смягчается со слагательным наклонением. Du solltest mehr lesen. Тебе следовало бы больше читать. Du solltest das nicht tun. Тебе не следовало бы этого делать. Порядок слов в предложении с ЗОЛЕН. В повествовательных предложениях ЗОЛЕН в спрягаемой форме стоит на втором месте. А второй глагол в форме инфинитива будет стоять на последнем месте. Ты должен, наконец-то, убрать в своей комнате. В вопросах безвопросительного слова ЗОЛЕН стоит на первом месте. ЗОЛЕН, ДАС ФЮ ЗИ ТУН? Разрешите сделать это для вас? В вопросительном предложении с вопросительным словом спрягаемый глагол будет стоять на втором месте. А второй глагол в форме инфинитива на последнем месте. Was soll ich dir noch erzählen? Что я должен еще тебе рассказать? А теперь проверьте себя. Попробуйте перевести эти предложения. Продолжение следует...